Массимо Экли Моя презентация, я просто хочу сказать, что я написал книгу, которую получил в 2018 году, премиум «Лучшая книга по истории России». И здесь я просто хочу показать, каким образом я работал. Теперь я хочу сказать, что моя книга была признана «Лучшая книга по истории Российской Федерации» в 2018 году. Она называлась и называется «Советские партизаны в Италии». Как я работал? Я, естественно, искал, и, во-первых, почему, какая цель для моей работы? Цель для моей работы – это было найти имя и фамилию одного партизана, который лежит у нас в селе Сан-Дзен-де-Монтаня в области Бероны. Его имя, фамилия 90% я нашел, могу сказать так, потому что сложная ситуация, еще не хочу разговаривать, как его зовут, потому что должен быть уверенным 100%, что это он. Это первое. Как я начал работать? Я как филолог, преподаватель действовал, а не как историк. Это в первую очередь. Потому что я не историк на самом деле, я просто филолог, преподаватель. Я начал посмотреть разные архивы, как «Фольксбрунд», «Центральный архив Министерства обороны», «Государственные архивы Российской Федерации», «Российский государственный военный архив». И, естественно, литературные архивы, как «Ргали». Потом я читал, и я начал посещать библиотеку Ленина, естественно, где я работаю, и библиотеку иностранной литературы. Естественно, как можно сказать, могу сказать, что я после того, как я посмотрел цветы, нашел какую-то фамилию, я, естественно, искал его имя, фамилию в итальянских архивах, задавал вопросы, лежит ли он, или захоронен ли он там, или нет. Ждал очень долго эти ответы, и некоторые отвечали, нет, он не у нас, он может быть где-то еще. И так далее. И мне дали советы. Таким образом, я работал, то есть всегда, как можно сказать, в постоянном контакте с архивами. Дальше. Что сделал? Естественно, создал свою страницу в Facebook, то есть «Советские партизаны в Италии». Эта страница для меня это сделала, играла немаленькую роль. Почему? Потому что таким образом я, после того, как я проверял все архивы, я хотел искать, естественно, посоветоваться с историками, с итальянскими историками, и российскими, и советскими историками. И, естественно, хотел найти родственников этих партизанов. Могу сказать, что отчасти получилось. Потому что я познакомился таким образом с семьей Переладов, Тарасенко, Каплойковым. Потом познакомился с семьей Магомед Алиев, я не знаю правильно, это азербайджанская фамилия, Магомед Алиев, по-моему, Ильха Мабасов, еще вот азербайджанские историки, которые мне дали еще правильные советы, как найти родственников. Дальше. Мы увидели, мы видим, как они попали сюда, то есть сюда, в Италию. Здесь четыре главные лагеря в Италии, которые, это не концлагеря, не лагеря уничтожения, а это именно лагеря для трудовых работ. Это самое главное, то есть самое главное, это три на севере и на юге. И был еще, как можно сказать, один лагеря уничтожения в Италии, но тогда Триесте, это был город, который был под властью Третьего рейха. Это сам Сабба, он еще есть, но, естественно, там музей сейчас. А остальные лагеря в Италии, это для принудительных работ, сейчас их практически нет, их невозможно посетить. Как раз мы увидим точно более, в этой картине более мелкие лагеря, вот как вы видите, их было много. То есть все эти точки, это лагеря для трудовых работ, которые использовала организация Третьего рейха. Здесь еще увидим лагерь Гоннерс на северо-востоке Италии и тюрьму в Ироне, это нижняя фотография, где практически все, большинство партизан оттуда прошли. Это бывший монастырь, который Мусулини переделал потом во время Второй мировой войны в тюрьму. Естественно, сейчас этот дом опять, как можно сказать, монастырь, как было раньше. Но здесь есть очень много рассказов про эту тюрьму, которые, ну здесь прошли Тарасов, Переладов, Сорокин, все, все, практически все партизаны, которые были в Италии, прошли через эти ворота. Здесь мы увидим одно кладбище, это кладбище в Костермане, недалеко от Вероны. Может быть, кто-то из вас видел фильм, который был показан позавчера, 5 мая, по-моему, 23.00 по телеканалу «Россия-24». Показали это кладбище, это я им сказал, что надо его посетить, потому что здесь, первое, надо сказать, село маленькое, 800 человек, а кладбище очень большое, там практически 25 тысяч солдат Гермарта. Но здесь одно но, это особое кладбище, это правильно, не светильное, как можно сказать, как говорили в фильме, а это потому что здесь лежат самые большие криминалы Вермарта. А это создатель концлагерей, создатель газовых камер, программу Т4 и Циклон-Верн. Но здесь, в этом кладбище, есть советские партизаны, к сожалению, которые никогда не получили подчасти. О этом не стыдно даже говорить. Но, к сожалению, тогда не было документов, когда было создано это кладбище, для того, чтобы установить русский или немецкий солдат. Вот это было очень трудно это делать, я понимаю, но некоторым не удалось узнать, что это были действительно партизаны, и поэтому я считаю, что нужно им каким-то образом дать им честь, потому что они принадлежали партизанским отрядам. Это надо посмотреть, надо все официально это делать. Дальше, вот мы видите, вот как мы даем честь в нашем маленьком селе, нашему партизану, то есть мы положим всегда, все время, там всегда, все время цветы, его могила всегда в порядке, то есть там мы, это человек, который освободил нашу территорию, нашу территорию от фашизма. Дальше, здесь мы видим, потому что я пока искал его, и еще до сих пор и шу, в принципе, нашел другие имена, которые тоже немаловажны для меня, и нашел вот эту историю, это Римское сопротивление. Здесь мы видим Тарасенко, я познакомился с родственниками, с его родственниками, и как раз я имею, я всегда с ними на связи. В этой семье Тарасенко переночевал, и здесь что случилось? Дом был окружен, Доль де Батистис был окружен, и когда Амелия, мат маленького Фауста, увидела, что нацисты окружили дом, она передала Фауста Тарасенко и сказала, выходи на улицу, вот, и он вышел с ребенком на руках, как только Тарасенко увидел, то есть Фауст увидел, что немец подойдет к нему, к Тарасенко, и к нему, естественно, и сказал, начал обнимать его, и начал плакать, и говорил, папа, папа, и таким образом он спас, маленький ребенок, 4 года спас одного партизана. Вот эта история Тарасенко очень много раз была напомнена ему, и в школах он говорил, мне это рассказала родственница Татьяна, его внучка Татьяна, и про эту историю еще говорил Эфтушенко, и еще Эфтушенко, конечно, написал итальянское стихотворение «Итальянские слезы», и это очень, как раз, это стихотворение про него, и эту историю. Мы увидим новую историю, которую я в этой фотографии, как вы видите, вам кажется, что это американцы, это не американцы, это советские солдаты, надеты на, как можно сказать, на форму ушелиненных штатов Америки. Почему? Это бригада в Изане на севере Италии, недалеко от озера Гарда. Она базировалась недалеко от озера, в районе Каприно-Беронези, недалеко от города Бероны. И мне тоже внук одного партизана отправил эту фотографию, его зовут Новокращённик Николай Павлович. И для меня это очень важно. Почему? Потому что здесь, как я, мы узнали, что таким образом, что советских партизанин было немало. То есть здесь, как вы видите, 8 человек, да, вот я знаю только одного, все остальные надо узнать, кто они, как они приехали туда, почему они приехали, ну, почему это понятно, через организацию ТОТ и принудительных работ, это естественно. Но они все принимали участие в партизанские отряды, а это именно бригада партизан Авизани, которая контролировала путь к северу, для того, чтобы притормозить путь на север солдатам Дермахта. Они все вернулись обратно, но, к сожалению, их фамилию мы пока не знаем, знаем только одного. Я знаю, как они ехали обратно, то есть изначально из Вероны ехали обратно через Бари, потом от Бари были отправлены в Австрию, и потом через Австрию они попали в Одесский контрольно-пропускный пол. Вот дальше их судьбу, к сожалению, не знаю, мне придет, мне предстоит еще выяснить. И тоже, как они воевали там, очень интересно для меня поднимать все эти документы, но поскольку там была в Италии итальянская социальная республика, естественно, бригада в Рязани не держала списки для того, чтобы избежать проблем своим партизанам. Здесь мы видим, как они, некоторые вернулись, естественно, были награждены, и еще здесь награждение нескольких партизан Италии в Туле, подгороды Туле. Тоже я это место искал, но его школа номер три, Туле, которую я полагаю, там есть, его уже нет. Здесь мы видим Тарасенко, это крайне справа, потом Тарасов, Идрано Парабулини и остальные участники римского сопротивления. Здесь это Переладов, и, как мы видим здесь, какие были медали, которые партизаны могли получить. Здесь могу сказать, что это крайне слева, это золотая медаль за воинскую доблесть, серебряный металл за воинскую доблесть, бронзовый металл за воинскую доблесть, карибальтийская звезда, и увидим, что у него были на пиджаке разделены, то есть разделены, пиджак был разделен на две части, итальянские металлы и сарпетские металлы. Переладов это особый человек, я его очень уважаю, уважаю его фамилию, и его семью, и они мне очень дорогие. Я в первую очередь хотел вам сказать, что у меня была еще одна находка сегодня, большая находка, если позволите, я об этом хочу и говорить. Я могу открывать свою страницу в Фейсбуке, в принципе, если она уже открыта, то есть стоит открыта. Там мне отправили медаль, который партизан получил еще до того, когда он был пойман немцем. А это у него была Красная Звезда, то есть как-то по-русски сейчас... Он получил Орден Красной Звезды до того момента, как он... До того момента, до того момента. То есть он еще от советского командования получил Орден Красной Звезды? Да, да, совершенно верно. Это очень интересная история. Я хочу это выяснить. Вот сейчас могу, в принципе, и показать. Ну, попробуйте снова включить демонстрацию экрана, если вы хотите вывести на свой Фейсбук. Да, я сейчас... И вы увидите эту медаль. Видите? Да, вижу. Вот. Это очень интересная история. Он азербайджанец, в принципе, без принципа. То есть Назарян по фамилии, да? Он родился в Азербайджане. Это очень интересная история, потому что, кажется, он жил в Азербайджане, а был в Армении на самом деле. Ну, да. Вот. И мне очень хотелось... Теперь, как только я узнаю подробно, читаю все эти документы, потому что это новая для меня история, то есть я узнаю только его партизанский пункт практически. Должен это смотреть, выяснить, где он жил в Азербайджане, это первое. Найти его родственников уже надо. Да, но я просто сразу могу вам спасти большое количество часов. Хочу сказать, что в Азербайджан по поводу Арменина запросы вы можете уже... Вы можете просто совершенно точно не отправлять. Я работал в Азербайджане, и вам точно совершенно не ответят, либо придут отрицательные ответы, потому что книгу памяти Азербайджана, при том, что в Баку жило огромное количество армян, не вошла ни одна армянская фамилия. Поэтому, к сожалению, здесь поиск еще будет осложнен тем, но здесь все еще зависит от района Азербайджана, потому что это могут быть, например, если это Карабах, то фактически там находится сейчас армяне. Так что здесь очень важно, какая часть Азербайджанской СССР имеется в виду. Ну вот поэтому я хотел с вами посоветоваться, каким образом можно действовать и получить... Потому что человек купил эту награду, в Бельгии находится эта награда. Каким образом можно сделать, чтобы эта награда вернулась обратно на родину? Хорошо, а вы знаете имя этого человека, полное имя и место рождения? Да, знаю. Ну а не могли бы вы нам сказать его сейчас? Сейчас, полное имя, сейчас я могу по книге, потому что это мне трудно. Назарян Андроник Петросович. Но Назарян Андроник Петросович вполне себе армянское имя. Какого года рождения человек? 1915 года. Родился в Красном Селе. Это я уже знаю точно, но хочу пояснить по документам. Родился в Красном Селе? Так, называется так здесь, по старым документам, которые у меня были. Но поскольку здесь... Там не написано, не уточнен район, где находилось это Красное Село? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я уточню здесь, в новых документах, которые я получил, там есть написано, но сейчас я не помню. Не могу это открывать пока. Понятно. Первым делом нам нужно посмотреть обязательно в базе «Память народа». Вы можете прямо сейчас онлайн... Нет, нет, нет. Я посмотрел уже. Память народа уже нет. Эти документы их нет. Их нет ни в УБД Мемориан, ни в базе народа, нигде нет. Они только... Я только получил из Бельгии. Нет, я понимаю, но этот человек мог получить другие награды. Вы понимаете? Может быть. Вот. Мало того, он мог погибнуть, и там может быть информация о его гибели. То есть мы разыскиваем Назаряна Андроника Петросовича. Я правильно произношу сейчас имя и фамилия? Да, да. Все правильно. 1915 года рождения, который родился в неком населенном пункте Красное Село Азербайджанское СССР, хотя он родился в то время, когда еще никакой Азербайджанский СССР не было, потому что это 1915 год. Значит, он откуда-то призывался. Скажите, а откуда вы знаете эту информацию? Вот, в принципе, у вас есть имя, дата рождения? Это наградной лист или что? Вот здесь это было, как можно сказать... Я получил информацию от музея сопротивления Италии в Ликурии про него. Про то, что в СССР в целом про него ничего не написано было. Ну, первым делом необходимо посмотреть на него сведения, естественно, в памяти народа. Это понятно. А во-вторых, нам нужно понять, откуда музей в Ликурии, в принципе, знает его полное имя, фамилию, отчество, место рождения. Место рождения, обратите внимание. И дату рождения. Они наверняка имели какой-то документ. Потом, если это советское правительство награждало его органом красной звезды еще до того момента, как он припкнул к итальянским партизанам, то если его наградной лист не был секретным, он должен присутствовать в базе память народа. Должен быть, да. Даже несмотря на то, что там вырезан домашний адрес, это можно восстановить. Да. А, ну, я сейчас, то есть все эти документы я хочу, как можно сказать, прочитать. Те документы, которые... Подождите, тут уже наши специалисты нашли, что он, собственно, действительно из Азербайджана, он жил в городе Кировабаде, который сейчас называется Гянджа. Вот, на улице Володарского, дом 13, он действительно лейтенант или младший лейтенант, а значит, на него может быть затребована карточка УПК, так называемая учетно-послужная карточка. На лейтенанта точно не будет никакого личного дела. И дальше в Армении, в газетах Армении можно опубликовать, что разыскивается такой-то человек, потому что в Азербайджане его искать бесполезно. То есть, смотрите, у нас уже получается то место, откуда он призывался. Мы знаем, что он призывался из Кировабада, Азербайджанской ССР, который сейчас город Гянджа. Вот, так что я думаю, что поиск будет успешным. Видите, он начался, опять же, на нашем фестивале «Все грани памяти». Ну да, это очень удобно. Я как раз хочу прочитать все эти документы. И потом я вам хотел эти документы передать, потому что это очень важные документы. Хорошо, хорошо. Я думаю, что... Таким образом, можно через вас, я не знаю, как это делается, вернуть эту награду все-таки. Хорошо, попробуем это сделать, попробуем это сделать. Перешлите мне документы эти, и мы разместим в том числе их в социальных сетях. Может быть, у нас был армянский лектор, директор Национального архива Армении на прошлом фестивале. Может быть, она к этому подключится. Соня Суреновна Мартиросян. Вот. И я думаю, что вполне возможно, мы можем с чем-то помочь. Так что вы знаете электронную почту нашего фестиваля. Мою электронную почту, она очень простая. Номер телефона указан, собственно, в описании к этому видео. Я сейчас не помню, но... Ну, я думаю, вам перешлю, не волнуйтесь. И, пожалуйста, перешли документы. Всё, спасибо, извините, Майси, за наших технических проблем. Мы вынуждены заканчивать, чтобы дать слово другому лектору. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания.